Вечеринка в стиле Гуччи продолжается на моём канале. Подписывайтесь, кто не подписан. И сегодня у нас вот такой замечательный Black Eau de Toilette. Eau de Toilette по-французски. Значит, посмотрела пирамиду. И так сейчас. Вот так надо по-хорошему. Очень многим нравится он на фраграммтике. Я могу сказать, что первое, что я в нём слышу, это малину. Вот кто любит ароматы, связанные с малиной, у меня есть модель Алина, которая любит малину в ароматах. Так вот, вот тоже обязательно коробочку оставляем, не выбрасываем, потому что аромат идёт на холодное время года. Это очень многие отметили на фраграммтике. И даже если что-то не устраивает сначала, всё равно потом ты его разнашиваешь. Он становится более тягучий, томный. Малину, персики я слышу. В базе у нас идёт Амбра и Пачули. Но я бы сказала, что совершенно не характерный. И то, что касается вообще дизайна, опять респект Гуччи. Что не дизайн, то фишка. Уже заодно это можно полюбить, его ароматы. Тем более, у меня сейчас на обзоре три. И два из них я просто обожаю и могу настоятельно рекомендовать начинающим парфюманьякам. Вот они. Прошлое видео у меня было про вот этот аромат. Вот здесь будет ссылочка, если вы его не видели. И вот прямо сейчас попали на мой канал. Ну, а что касается вот этого. Он всё-таки менее стойкий, потому что он идёт в концентрации. О-де-туалет, чем вот этот. Вот этот он более стойкий, потому что он идёт в концентрации. О-де-парфюм, ту. То есть двойной практически парфюм. Ну, что касается вообще его. Я бы не сказала, что он такой какой-то претензиозный. Это просто классный аромат на каждый день. Аромат, чтобы вам было вкусно. Уютно, симпатично. Малина потом уходит. Потом выходят персики. И скажу вам по секрету, да, он очень красиво раскрывается. Ну, во всяком случае, на мне он очень красиво раскрывается. Ну, ещё хочу нанести. Да, если вы хотите просто, чтобы его, ну, чтобы от вас шлифило этими духами, просто побольше нанесите. Если переборщить, будет такое нечто, такое из детства у меня какая-то такая. Так, вот я сейчас переборщила явно. Это потому, что там есть сирень. То есть сирень вылезет. Там кто-то говорит, вот у меня сирень то вылазит, то не вылазит. Вот если два раза нанести на одно и то же место, сирень вылезет. Это я вам гарантирую. Кто любит сирень, просто погуще. А кто не любит, просто чуть-чуть. В общем, аромат имеет право, имеет право место быть. Я его помещаю в коробочку. И хочу сказать большое спасибо Яночке, которая мне дала всё это на обзор. В общем, из трёх аромат, которые я тестировала этого бренда, это ссылочка будет вот здесь. Это Gucci, By Gucci, ничего особенного. Это достаточно неплохой аромат на каждый день. И, конечно, просто номер один. И я думаю, что у него больше поклонников. Это всё-таки вот оно. Апельсинки и ёлочка. Обожаю. Очень нравится. То есть, моим, безусловным, фаворитом из этих трёх ароматов стал вот этот. А этот так. Ну, просто, чтобы было классно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok